Добрый вечер. Акция у нас называется «Молодежь за безопасность», потому что действительно мы все хотим... Самое дорогое, что у нас с вами есть, это наши дети. Здоровые, близкие, родные. Не бывает дня, что подразделения МЧС не выезжали на пожары. На сегодняшний день по Республике Беларусь, ну вот за 9 месяцев, по Республике прошло более 5000 пожаров. Самое страшное, что в огне погибают люди. 528 человек погибло в огне. Но еще страшнее, что огонь унес 12 детских жизней. То есть это наша с вами недоработка. Где-то мы не досмотрели, не научили, не показали правильный пример. Вы знаете, что есть законы пожарной безопасности, где четко в статье 19 говорится, что каждый гражданин должен знать и выполнять правила пожарной безопасности, как на производстве, так и в бытон. Но зачастую, как мы видим, мы все считаем, что мой дом, моя крепость, если где-то на рабочих местах мы с вами соблюдаем правила пожарной безопасности, да, там стараемся, то домой мы приходим и забываем обо всем. Мой дом, моя крепость, и никто тут мне не указ. Вы, когда заходили сюда, в актовый зал, вы видели небольшую экспозицию сгоревших вещей, да. Это вот наша с вами забывчивость, невнимательность. Это женщина утром собирается на работу, посушила голову феном, выключила фен, но не достала его из розетки. В результате ушла на работу. Хорошо, что были соседи рядом, почувствовали запах дыма, вызвали наше подразделение. Опять же, наша вот эта забывчивость, невыключенные электроприборы, вы видели, наверное, что зарядное устройство, которое не выключаете, да, зарядился телефон, достаньте. Ну, конечно, вот эта цифра, что я вам назвала, да, 528 человек погибших, 95% гибели людей, это, конечно, курение в нетризмом состоянии. Основной вещь. Выпил, закурил и не проснулся. Поэтому, если у вас есть неблагополучные соседи рядом, которые злоупотребляют, вы тоже должны быть бдительны, вы тоже должны постоянно контролировать, сообщать тем же участковым. Потому что вы тоже находитесь в группе риска, раз вы находитесь с такими неблагополучными соседями. Следующая причина – это детская шалость с огнем. Поэтому, пользуясь случаем, что сегодня мы с вами здесь собрались, я очень хочу вас попросить. Вот придите сегодня домой. Десять минут уделите своим деткам. Десять минут просто поговорите, знают ли они номер пожарной службы, да, что нужно делать в той или иной экстренной ситуации. Опять же, вы знаете, все хочу на примере показать. У нас в прошлом году, летом, хорошая семья, благополучная семья, многодетная семья, трое деток. Но мальчик-дошкольник что-то захотел позорить со своей сестрой старшей и решил как-то ей отомстить. Ничего умнее он не придумал. В этой семье, опять же, подчеркиваю, курила только мама. Спички зажигалки находились в легко доступных для детей местах. Он берет зажигалку, идет в комнату к сестре, открывает шкаф, зажигает ее платье, закрывает шкаф и возвращается в комнату, где все дети там находились, в телевизорном времени. Проходит время, в шкафу, естественно, все разгорается. Дым проникает в другие комнаты. И сработал автономный пожарный извещатель. И, в принципе, взрослые почувствовали запах дыма, мама почувствовала запах. Начали искать источник, что где, прибегают в эту комнату, мама открывает шкаф, вы представляете, приток кислорода, все еще больше заполыхало. Мама дает команду дочке старшей выводить детей. А сама приступила к тушению. Позвонила по номеру 101 и приступила к тушению. Видит, что справиться с пожаром не может с огнем, выбегает на лестничную клетку. Выходит на лестничную клетку? Детей нет. Как я уже говорила, самое дорогое. Нет. Естественно, это состояние аффекта, паника. Это я так долго разговариваю, да? Там все это были секунды. Мама возвращается в квартиру. Дверь захлопнулась. Пока она бегала по комнатам, она теряет сознание. Пяти вдохов достаточно, чтобы потерять сознание. Приезжают наши подразделения. Вместе с нами всегда выезжает автоматическая скорая помощь. Маму увозят в реанимацию. Детям, конечно, я всегда говорю, что все хорошо закончилось. Но вам на 11-й день мама скончалась. Пусть организм молодой, но не смог выдержать. Не смог побороться. То есть трое деток остались сиротами. Из-за чего? Чья вина? Мама, которую курила и бросала везде. Мальчик. Наши общие вина. Человеков уже не вернуть. Поэтому, пользуясь случаем. И вы знаете, таких примеров у нас очень много. Как мне прискорбно это осознавать. Поэтому, пользуясь случаем, хочу вас очень попросить. Придите, выделите эти 10 минут. Поговорите со своими детками. Что нужно делать. Как себя вести. Хочу, пользуясь случаем, опять же, обратить ваше внимание, что сейчас, помимо экстренных номеров, 101, 102, 130, 104, наряду с этими номерами, введен номер единой диспетчерской службы 112. То есть по этому номеру 112 вы тоже можете вызвать любую экстренную службу. Это вкратце, что я хотела вам довести и рассказать. Опять же, в рамках этой акции «Молодежь за безопасность» очень много работы проводится в школах, в учреждениях образования, нами. Вы видите, что мы все время в связке, в ГАИ, МЧС, школы. То есть наше трио такое. Но у нас ничего не получится, если не будет образца для подражания, которым являетесь вы в первую очередь. Ведь дети как губки, они впитывают все в себя с вас. Да, мы им рассказываем, мы показываем фильмы. Но ничего не будет, если вы в первую очередь не начнете правильно себя вести. Как нужно. Еще я хотела бы полминуточки остановиться на автономных пожарных извещателях. Значит, автономных. Почему? Потому что он работает от батарейки, от элемента питания, да, кроны. Пожарный. Внутри дымовая камера, как только частички дыма сюда попадают, он начинает громко издавать звуковой сигнал и разбудить спящего человека. Извести, предупреди. С чем мы сталкиваемся? Что когда приходим с профилактикой, уточняем, у вас есть извещатель, да, есть, в рабочем состоянии, да, в рабочем, можно посмотреть. Пожалуйста, откручиваем, он легко снимается, одна часть крепится к потолку, а это просто защелкивается, да. Значит, смотрим. А вы понимаете, какая ситуация бывает? Что вот как строители установили в целлофане эту батареечку, так он в целлофане неподсоединенный и стоит. То есть, естественно, он в нерабочем состоянии. Еще, обращаю ваше внимание, иногда, когда заканчивается срок действия батарейки, извещатель начинает нас предупреждать о том, что нужно заменить крону. Он начинает раз в минуту очень надоедливо пищать. Пис, конечно, очень противный, надоедливый. И многие, не зная причину, из чего, просто его снимают и выбрасывают. Ни в коем случае делать не нужно. Нужно просто поменять батарейку, и он дальше верой и правдой будет служить. Действительно, на счету автономных пожарных извещателей много спасенных жизней. Поэтому не стоит его выбрасывать, а нужно просто заменить крону. И он будет вам дальше в работоспособном состоянии работать и служить. Все, какие вопросы ко мне есть? Вопросов нет. Все, спасибо большое вам за внимание.